Девушки отдыхают В пилотируемой беспилотной авиации И второй вопрос, почему мы, россияне, жители великой авиационной державы, летаем на американских и европейских самолетах Обратим свой взгляд в историю За всю историю авиации, а этой истории более 100 лет Происходило несколько событий, которые революционным, кардинальным образом меняли ситуацию И давали предпосылки, основы для более эффективного развития техники Для развития индустрии Для более эффективного производительного решения задач, которые стоят перед авиацией В 1903 году в Америке совершил свой полет прототип всех современных самолетов Самолет братьев Райт На двигателе внутреннего сгорания До 20-х годов самолеты были деревянных конструкций Частично металлических И с появлением алюминиевых легких сплавов В 20-е годы начала развиваться новая техника с новыми качествами В середине 20-го века возник реактивный двигатель Который тоже придал импульс развитию этой техники Совершил своего рода революцию И, наконец, следующая очередная революция Произошла на рубеже 20-го и 21-го веков Мы с вами находимся свидетелями Являемся свидетелями этой революции В основе этой революции Лежат технические инновации Которые возникли И активным образом внедряются в авиационную технику Прежде всего, это компьютерная техника Это чипы Это робототехника Кроме того, это глобальная система позиционирования Новые материалы и мобильные источники электроэнергии Вот все эти технические инновации Они дали основу для такого качественного развития техники Часть из этих революционных явлений Мы наблюдаем как бы в явном виде Это беспилотная техника Об этом знают все, так сказать, люди Независимо от того, занимаются они техникой или нет В последнее время появилось множество беспилотных аппаратов Новые технологии эти беспилотные и так далее Мы их все наблюдаем Но есть не менее интересное и глубокое явление В пилотируемой пассажирской технике Которая тоже является следствием развития этих беспилотных технологий Посмотрим на беспилотную технику Эта техника более 15-20 лет На рубеже 2000-х годов она начала активно развиваться Перед вашими взорами два таких наиболее типичных больших беспилотных комплекса Это известный стратегический разведчик Global Hawk 15-тонный американской компании Northrop Grumman Который в состоянии в течение 30 с лишним часов Пролететь половину земного шара Больше 20 тысяч километров Стартовать в Соединенных Штатах И сесть в Центральной Азии Следующий аппарат Это мы видим прообраз американского Predator Китайская разработка Которая сегодня активнейшим образом продается во всем мире В Южной Африке, в Центральной Азии Страны ее покупают В Саудовской Аравии и так далее Такого рода разработки в России делаются Но пока еще эти аппараты не находятся в эксплуатации Новые типы летательных аппаратов возникли и в классе маленьких беспилотников Это мини-беспилотники на литий-полимерных аккумуляторах Самолетные схемы Это с новыми источниками электроэнергии С топливными элементами Здесь мы видим аппарат Skylark Израильский, который взлетает с руки И способен около 4-5 часов находиться в воздухе И наконец мультикоптеры Рынок мультикоптеров Около 3 миллиардов долларов Сегодня составляет в мире И 2 из них, из этих 3 миллиардов Приходится на китайскую компанию DJI Которая, да, с успехом продает их во всем мире Наконец, интересные, благодаря робототехнике Возникли совершенно новые, принципиально новые Интереснейшие образцы техники Которые удивляют не только людей, непосвященных Но даже специалистов в области авиации Уже существуют, разрабатываются и продаются Серийно Нанобеспилотники Black Hornet Норвежской компании Эту компанию купили французы Она работает в Норвегии А технику поставляет в разные страны Англия и Америка уже серийно покупают вот эти микро Такие вертолетики Взлетным весом некоторые модели достигают 11 граммов Время полета около 20 минут И они способны решать специальные задачи разведки В городских условиях И, наконец, интереснейший комплекс Который сегодня активно развивается Проходит испытание Значит, это класс так называемых псевдоспутников Почему псевдоспутников? Потому что они очень длительное время находятся в полете 11 июля текущего года В Аризоне, в Америке Был зарегистрирован рекорд полета такого аппарата Это почти 26 суток 75-килограммовый аппарат Поднимается на высоту свыше 20 километров В дневное время он набирает электроэнергию В литий-полимерные аккумуляторы Благодаря солнечным панелям Которые расположены на верхней панели крыла И в ночное время суток Ему хватает этой энергии Чтобы поддерживать свой полет Так сказать, находиться на высоте Вот порядка 20 тысяч метров Это тоже уже серийная техника Уже новый класс, который устоялся И он, очевидно, он будет производиться И развиваться И в будущем, и в будущем, и в будущем В России есть подобные разработки Но в более скромном формате Вот теперь обратим свой взор К гражданской технике Гражданской пилотируемой авиации На самом деле, каждый день во всем мире Выкатывается от 5-6 больших магистральных пассажирских самолетов Это в основном разработчики Европейская компания Airbus Два самолета Боинг, два самолета Эмбраер и Бомбардье По одному самолету в день выкатывают Так сказать И плюс Россия и Китай Вот это основные страны Которые сегодня производят Такого рода технику Летает несколько десятков тысяч аппаратов Такие высоко нагруженные В смысле полетов Аэропорты Как хитро Активность движения самолетов В них Это порядка 20 секунд Каждые 20 секунд Взлетает, либо садится Новый аппарат И вы представьте Как обеспечить безопасность полета Вот столького количества самолетов Безопасность движения в воздухе Безопасность их полета Так сказать По маршруту Значит Если бы не существовало сегодня Робототехники Компьютерной техники Автоматизации Которая сегодня в этих аппаратах Присутствует в высшей степени То безопасности такой Как мы наблюдаем Ее бы не было Значит Международная организация Гражданской авиации ИКАО Признала Прошлый год 2017 Самый безопасный По количеству Происшествий авиационных За всю историю человечества И это при том Что количество самолетов И летающих Пассажиров Их росло и растет Значит Поэтому Можно сказать Что пассажирская авиация Это тоже происходит Своего рода авиация Революция Произошла Понимаете Ну Назовем ее Мягкой революцией Далее Вот Мы видим Что сейчас Разработчики И эксплуатанты Пытаются Поднять Сверзвуковые Пассажирские самолеты Нового поколения Вот мы видим Разработки Которые сейчас делают Причем Интересно Их финансируют И Разработчики И бизнесмены И Эксплуатирующие Компании Авиакомпании Это Обнадеживает Новые типы Новые классы Конвертопланы И другие типы Новые Пилотируемые техники Также возникают В энергетике Подобно тому Как в автомобильной технике Тесла Активно входит В рынок Автомобилей Да С электрическими Принципами И с электрическими Источниками Также точно И в авиации Возник новый класс Который устоялся И сегодня Вполне Нашел свое место И развивается Это электролеты Вот мы видим Китайский Китайский Самолет Двухместный Разработки Шиньянского Авиазавода Время полета Такого электролета На литий-полимерных Компаниях Это около часа 40 минут Вполне достаточно Чтобы решать Задачи Обучения Обучения Пилотов Развлечения Вот которые Перед такими аппаратами Стоят Далее Так называемый Класс Воздушного Такси Это тоже Новый вид техники Для городских Условий Тоже ряд Компаний Ведут свои Разработки В этом направлении Наконец Гибридные Силовые установки Мы видим Проект Проект Электросамолета С гибридной Силовой установкой Разработки Соединенных Штатов Да Там тоже Литий-полимерные Аккумуляторы Находятся В крыле Значит Для Ну это Местные Воздушные Для местных Воздушных линий Время полета Ограничено Зато на земле Он обеспечивает Этот самолет Минимум шума И максимум Экологичности Таким образом Мы можно сказать Ответили на первый вопрос Действительно Мы переживаем Революционные Времена В истории Авиации И в пилотируемой И в беспилотной И в ближайшее время Мы будем наблюдать Возникновение Совершенно новых Интересных Таких Разработок Теперь Попробуем ответить На вопрос О месте России Вообще В истории Авиации В сегодняшнем Авиационном мире Снова Обратимся К истории В 903 году Как я сказал Соединенные Штаты Осуществили Первый полет К первой Мировой войне Авиационными Технологиями И самолетами Так сказать Обладали ряд Европейских Страты Стран И Соединенные Штаты Хотя Надо сказать Что Америка Летала Воевала В первой мировой войне Преимущественно На европейских Самолетах Уровень у них Был не настолько Высокий Расположение Расположение Здесь Стран Вот в данных Списках Оно примерно Приблизительно Описывает Уровень Уровень их развития По приоритету По последовательности Мы можем Обратить внимание На два таких Интересных Максимума Экстремума Вот в этой Последовательности Череде Череде Стран Первый Приходится На Первую Мировую Войну И связан Он с тем Что Авиация Она В боевых Условиях Конечно Создавала Определенные Преимущества И страны Строили авиацию Для того Чтобы воевать Техника Была Достаточно Доступной И поэтому Ее делали И небольшие Страны Польша Румыния Нидерланды Значит После того Как возникла Реактивная Авиация И послевоенное Время Конечно Ресурсы Уменьшились У стран И техникой Стало Авиационной Заниматься Очень дорого И сложно И поэтому На рынке Остались Немного Стран Это Продолжалось До 60-х 70-х Годов После чего Вот мы Наблюдаем 2000-е И начало 21-го Века Ну как бы Бум в развитии В развитии Авиационной Техники Прежде всего Гражданской Этот бум Связан с гражданской Сейчас рынок Преимущественно Гражданский Авиационной Техники Почему Ну Я бы Связал с тем Что В начале 20-го 21-го века Как мы знаем Возник И бум В Автомобильной Технике Тут Два Таких Процесса Исторических Пересеклись И этому Явлению Способствовали Во-первых Развилась Техника Технология Были созданы Новые Технологии Которые Обеспечивали Более Дешевое Более Эффективное Выпуск Техники А с другой Стороны Люди Стали Лучше Жить Более Состоятельные Более Богатые Поэтому Как выросли Количество Самолетов Точнее Автомобилей Так же Выросли Количество Самолетов Сегодня Это один Из Интереснейших Таких Рынков Мировых Индустриальных Вот Уровень Развития Авиакиндустрии России Это Как бы Комплексный Показатель И разработок И серийного Выпуска Мы понимаем Что В советское Время Мы Достаточно Хорошо В этом Поле Трудились Но С 90-х Годов Уровень Развития Российской Авиационной Индустрии Конечно Он Стал Уменьшаться Причины Следующие На мой Взгляд Три Основных Фактора Для развития Индустрии В любой Стране И Собственно Любой Технологии Высокой Это Институты Управления Это Техническая Политика Государственная Политика Экономическая Модель Это Компетенции Насколько Государства Интеллектуальном Техническом Промышленном Смысле Способно Решать Сложные Задачи И Наконец Наличие Финансовых Ресурсов Потому что Техника Требует Больших Денег Из этих Трех Компонентов Россия Можно смело Утверждать Обладает И обладала Всегда Компетенциями И Сегодня Она Обладает Высококлассными Инженерами Конструкторами Разработчиками Которые На мировом Уровне Создают И способны Создавать Эту Технику Наши Проблемы Это В первом И в третьем Пункте То есть Мы Имеем До сих пор До сегодняшний День Модель Советскую Модель Экономическую И в этом Смысле Страдает Как бы И наша Вся Индустрия Если Рассмотреть Поглубже То Сопоставив Российскую Экономическую Модель Со всеми Моделями Которые Работают В Сегодняшнее Время Во всем Мире Она Эта модель Во всем Мире Практически Одна Одинаково Во всех Ведущих Странах И в Японии И в Америке И в Европе И в Южной Корее То мы Очевидным образом Сможем Понять Что Во первых Соотношение Бизнеса Долгоиграющие Долгоиграющие Но они Есть В России Авиация Это сфера Бюджетных Расходов Преимущественно Весь 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 рынок Так сказать Мировой Настроен На внешние Экспортные Рынки И Индустрия Нацелена На продажу Вовне В России В основном Что касается Гражданской Техники Эта техника Продается Внутри себя Эксплуатируется Внутри себя И наконец Структура Малого Бизнеса И большого В индустрии Тоже Своеобразным Образом В России И за границей А малый Бизнес Это Технологии И это Цена Это рентабельность И наконец Если говорить О сопутствующих Факторах Финансовых И политических Правовых То в этом смысле Тоже Россия Ну немножко Скажем Не та страна Которая Создает Условия Таким образом Отвечая На вопрос Почему Мы Россияне Летаем На Самолетах Airbus И Boeing Мы можем Сказать Да Летаем Потому что Ездим На Управляем Импортными По той же Самой причине Управляем Автомобилями Импортными По той же Самой причине Мы Пользуемся Мобильными Телефонами Носим Одежду И так далее И так далее То есть Проблема Конечно Это системная Это политическая Которая Ну я считаю Можно сказать Основная Сегодня Проблема Национальная Которой Вообще Говорят Должны Мы Заниматься Думать И ее Кардинальным Образом Изменять Спасибо за Внимание Аминь Продолжение следует